Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Уже очень длинный цикл у нас получается по философии возраста, но тема крайне важная, крайне злободневная, потому что то, что мы с вами наблюдаем в качестве кризиса и человеческого, кризис некой гуманности, нынешней гуманизации общества, кризис самого общества, это то, как неправильно человек взаимодействует со своим возрастом, со своим временем ему отведенным, как он его пытается иногда поработить, иногда сломить, иногда забыть, ну и так далее. Мы говорили две передачи к ряду о зрелости, об обретении этого самого совершенства. Сегодня мы переходим, наверное, к теме не менее важной, как обрести подлинную, настоящую человеческую старость, ветхость с человеческим лицом. Потому что, к сожалению, мы видим зачастую стариков без человеческих лиц. Это печально, прискорбно, но зачастую это факт. Продолжаем разговор о философии возраста и сегодня о ветхости и старости с доктором философии Сергеем Александровичем Лешаевым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, отец Сергей, здравствуйте, телезрители. В прошлый раз нам не хватило немножечко времени про зрелость договорить. Мы поговорили про дробление, полисубъектность нынешней ситуации, дробленную зрелость, раздробленную. Раздробленную субъектность, раздробленную зрелость, да. Да, звучит как раздробленная кость, раздробленный скелет. Действительно, очень мощный, наверное, образ всплывает в голове. Мы начали говорить о цельной зрелости. Давайте мы тогда вот каким-то таким мостиком завершим разговор о цельной зрелости и перейдем, потому что, я думаю, эсхатологическая старость, ветхость наша, вот та, которую мы все хотим и ищем, чтобы это была какая-то спокойная, взвешенная, мудрая, совершенная во всех отношениях ветхость и старость. Ищем, хотим найти ее, обрести ее. Она вытекает из вот этой самой цельной зрелости. Да. Ну, здесь тогда нужно, прежде всего, наверное, сказать о том, что старость, действительно, возраст, в котором можно проживать очень по-разному, в каком-то смысле это наиболее свободный возраст. Наиболее свободный в плане выбора, если угодно, сценария старости или старческого этоса. Но то, какой будет наша старость, в огромной степени зависит от того, как мы к ней готовимся, в некотором смысле, в той же самой зрелости. И здесь как раз вот важна эта подготовка, прежде всего, во второй половине зрелости, да, то есть как человек относится к старости, которая приближается. Мне кажется, очень важно тот настрой, который заранее возникает. Человек старается избегнуть, потому что избегание старости, оно никогда не начинается тогда, когда старость приходит. Человек начинает бежать от нее заблаговременно, еще пока он в силах, пока он сохраняет, как бы-то, сохраняет свой социальный статус, свое здоровье. В этом смысле мне, кстати, очень нравится образ нашего общего знакомого, ну, вашего личного знакомого, я его знаю только по книгам и видеолекциям, Александра Куприяновича Секацкого, который говорит о том, что мы играем в жмурки и со старостью, и со смертью. То есть она как будто бы ходит и ищет меня, нащупывает, а я хлопаю тут, хлопаю тут, пытаюсь все время от нее каким-то образом спрятаться. Вот современный человек, как раз он, да, вот этот феномен геронтофобии, он от нее прячется. Мне кажется, это какой-то такой очень важный барьер, который мешает прожить старость, ну, таким образом, чтобы эта старость, то, что мы называем, была бы достойной, в полном смысле слова. И чтобы это была старость, которая дает то, что не дают другие возраста. Когда мы говорим о совершенстве, которое для нас в этой жизни в полной мере, только какими-то проблесками, может, мгновениями, там, да, но в полной мере недостижимо. Недостижимо, пока мы находимся во времени, что такое время? По определению несовершенства. Просто. Это же простая вещь, да. То есть пока во времени мы несовершенны и не можем быть совершенны. И в то же время нельзя не стремиться к совершенству. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Будьте. То есть это некоторый этос, некоторое должностование. Вот то, что мы обсуждали, как-то говоря, об эстетике, о событиях эстетических, это как раз вот те самые точки выхода из времени в некоторую полноту данности другого, чувственного переживания его. Но это как бы именно событие. Это не то, чем мы живем. Это не установка нашего поведения. Это не может быть тем, что образовывает, организует нашу жизнь и дает некий образ нашей жизни. И вот когда мы говорим о возрасте, вот здесь как раз речь идет не о том, что мы достигаем некоторого состояния выхода полного, как бы, за пределы времени. Внутри этой жизни, как бы, мы до конца выйти не можем. Но в каком-то смысле все-таки можем. И вот здесь как раз я бы и хотел поговорить о наиболее, может быть, интересном варианте старости или типе старости, который я называю эсхатологической старостью или ветхой старостью. Ну, в каком-то смысле можно назвать мудрой старостью. Это тоже некоторые, для того, чтобы наши телезрители понимали, что это не есть какая-то такая статуарная форма, которая всегда вот такая. Вот человек достиг и сидит на этом стуле, так сказать, мудрой или эсхатологической старости. Нет, это то, что Канн бы сказал некоторой регулятивной идеей, некоторой установкой. То, что, может, никогда не давая полноты воплощения этого ориентира или этого идеала, помогает жить как-то иначе, чем если бы этого идеала или этой регулятивной идеи не было у нас. А в чем же он состоит, да, то есть о чем, собственно говоря, идет речь? Ну, здесь как раз, можно сказать так, что вот этот тип старости, который кажется мне наиболее интересным, он, так сказать, максимизирует особенности старости как возраста. А что такое старость как возраст, да, его, с точки зрения нашего взаимодействия со временем, с точки зрения вот этой моральности внутренней, это возраст, в котором отсутствует будущее, возрастное будущее. Вообще будущее, понятное дело, не исчезает, да, человек, пока человек живет, у него есть завтра, завтра, пока он не умер, завтра есть. Но будущего возраста нет, то есть поэтому старость отличается тем, что здесь человек на уровне именно возрастном, понятно, человек всегда знал, что жизнь закончится, но здесь человек вступает в некоторый период, когда она может закончиться в любой момент. То есть она вообще, говоря, и всегда может, но в это не верится, это не чувствуется, это не переживается всем существом. Какие-то моменты опасности, да, понятно, люди бывают на войне, там, ситуации какого-то, да, ну, просто в нашей жизни оказываются вдруг на краю смерти, там, да, но тяжелая болезнь, которая в любой момент может случиться, поставить нас в похожую позицию, например, да. Но, в принципе, конечно, отношения, именно возрастные факты приводят к тому, что мы входим в некоторое особое такое близкое отношение с концом. Собственно говоря, это и возникает у одних людей отталкивание от смерти и от старости вместе с ней, как от, как бы, некоторой смерти при жизни или полусмерти. И на одной из передач мы говорили о том, что это связано с тем, что современная культура, постхристианская, как иногда говорят, да, она, если мы говорим, в целом, это общество, оно не может осмыслить эту конечность, в которой есть просто некоторый обрыв, как бы, всего, и ее тяжело переварить в этом обществе потребления, да, тогда жизнь теряет смысл для человека этого общества. И вот отсюда одни отталкиваются от этой старости, стараются как можно дольше остаться вне ее. И отсюда вот эти типы, о которых мы говорили, мужественные или героические старости, то есть когда человек продолжает заниматься своим любимым делом, например, так, как если бы ничего не происходило. Преодолевая уже пределы прочности. Преодолевая свою немощь, там, да, он говорит, я буду до конца, стойкий оловянный солдатик. И это, как бы, заслуживает, конечно, тоже уважения, такая позиция. Одна только проблема, что старость как старость в этом случае вы не проживаете, вы ее превозмогаете, вы живете той же жизнью, которой жили в зрелости, может быть, не на том уровне, да, или на том же даже уровне, смотря какой деятельностью вы занимались прежде, да, если вы, может быть, и в состоянии как-то быть близким к этому, но вы это делаете честно. Вы не узнаете старости, вы не позволяете себе быть старым. Чтобы прожить старость, нужно, а, ее признать, б, ее принять. То есть, вот, важно что, что, конечно, в таком биологическом смысле старость придет сама, но в экзистенциальном смысле для нас самих старость придет тогда, приходит тогда, когда мы ее, а, признаем, что она пришла, считаемся с ней, да, она есть. Первое, я ее не отрицаю, что я уже стар, и второе, когда я ее принимаю, и вот это принятие открывает перспективу позитивного сценария старости. Об одном я не буду говорить, потому что времени у нас мало подробно, это старость завершения, когда мы рассматриваем старость как время, когда, это единственное время, когда мы можем подвести итоги своей жизни и извлечь из нее смысл. Это тоже некая конструктивная деятельность, которую нельзя выполнить в молодости, в зрелости, да, а тут мы уже можем понять, что же вышло из нашей жизни, что в ней было важным, что было второстепенным, да, рассказывать своим внукам, всем желающим о том, что собой представляла моя жизнь, может, вам пригодится там, да, и так далее, да, мой опыт, конечно, никому не пригодится. Но меня интересует другой вариант старости, именно старость психологическая, то есть что это такое? Мы начинали кратко, сейчас подробнее об этом поговорим, то есть это ситуация, когда человек как раз выходит за рамки этого временения на три времени, за рамки прошлого, настоящего и будущего. Вот то, собственно говоря, что связывает человека в молодости, что связывает его особенно в зрелости, многочисленные обязанности, да, долги наши, так сказать, да, должествования всевозможные, наших желаний и хотения. И мы находимся все время внутри, мы, даже когда мы пытаемся выйти за рамки вот этого временного и пробиться к этой полноте присутствия, к совершенству, нам это сделать очень непросто. Хотя, какими-то мгновениями, в каких-то точках нам это удается сделать, церковь нам в этом помогает. Но мы слабы тем не менее все равно. Но вот старость как раз она помогает тому, чтобы мы уже здесь на земле перешли в некоторый иной режим существования, который в чем-то подобен детству. Но только если в детстве мы открыты другому, вообще говоря, ребенок, он в некотором смысле живет вне времени. Мы его специально учим ориентироваться во времени, но ребенок играет, забывает о еде, забывает обо всем, о том, что мама просила. Он там играет, и весь мир, вся полнота сущего для него здесь и теперь дана. Но и в этом смысле старость ветхая особенно, да, и детство, они здесь как бы смыхаются. Почему? В одном случае мы имеем дело с некоторым предисторическим существованием, если иметь в виду, что жизнь как содержательное нечто, где есть цели, задачи, должностование, начинается позже, с переходом к взрослости, потом она развивается, и так далее. То в старости мы имеем дело с некоторым постисторическим бытием, постисторическим существованием. Когда это возникает? Когда, но это возникает только тогда в полной мере, когда мы говорим себе, что все, наша жизнь как история, дел и свершений, когда мы что-то хотим доказать другим, себе, да, дерево посадить, дом построить, книгу написать, когда мы все уже сделаем. Понятно, что всегда можно написать еще одну статью, еще одну книгу, посадить еще одно дерево, ну и так далее, да. Что-то можно делать и дальше. И во времени это бесконечность. Но смерть-то от этого позже не наступит. Она все равно наступит. И вот вопрос. Мы будем до конца что-то делать, завершая или продолжая, или мы просто погрузимся в какую-то бытовую повседневную жизнь, старость, и будем жить просто мелкими заботами текущего дня. Или мы откроем себя для того, что хорошо само по себе. Вот это как раз совершенство, иначе говоря. То, что хорошо само по себе. Абсолютное, вечное, истина, Бог, бытие. Мы можем использовать разные слова для обозначения этого. Но оно ведь иное, чем время. Оно по определению за пределами этого временения на три времени, да. И мы должны как раз оставить его, чтобы открыться. Ребенок просто открыт. Он еще не вошел в него. Он еще открыт. А вот ветхая старость, это некоторый сознательный, и это принципиально отличает его от детства. То есть я еще могу и дальше так овременять свое существование, чтобы быть внутри этой жизни, следить за успехами моей науки, сравнивать по-прежнему себя. Чтобы вообще написать мемуары, чтобы обо мне правильно составили представление о моей жизни, как я пожил, что в моей жизни было важным. Почитайте-ка. Ну и как бы сам для себя я это пишу. В этом нет ничего плохого, это здорово. Но это не то, что я называю эсхатологической старостью или ветхой старостью. А это вот то самое, что Джорджи Агамма называет оставшимся временем. То есть когда мы решили, что все, что в этой жизни мы хотели сделать, мы сделали. Наша жизнь как закончилась, жизнь как содержательная, процесс реализации, исполнения некоторого содержания, она завершилась. А смерть еще не наступила. И мы находимся в полном сознании. И, в общем, сохраняем какую-то дееспособность, скажем так. И вот в этом случае мы оказываемся в некотором зазоре, в некотором оставшемся времени, когда и возникает возможность жить настоящим-настоящим. Я бы ввел это понятие «настоящее-настоящее». Слово «настоящее» — это не только время, но это еще и подлинное. Одно из значений слова «настоящее» — подлинное. То есть как бы «настоящее-настоящее» — это подлинное настоящее. Это настоящий один раз. То есть это не переходное настоящее. Вот то настоящее, которое находится в рамке вот этого временения, которое мы осваиваем в игровом детстве и потом в отрочстве, потом на полный размах разворачиваем его, вот так сказать, в молодости и в зрелости. И можем им жить и в старости. Но вот здесь оно, так сказать, сворачивается. И остается… Почему сворачивается? Потому что если мы не ставим перед собой целей, если мы никому ничего не хотим доказать, если мы не возвращаемся в наше прекрасное прошлое, а какой сейчас ужасный мир, а как мы раньше жили хорошо, и мы всем об этом рассказываем, да? То есть если мы перестаем держаться вот за эту рамку, которой мы всегда держались, а когда это возможно? И с чем это связано? Собственно говоря, сам процесс временения, он теснейшим образом связан с чем? С моим эмпирическим «я», с этим самым как раз земным, телесным «я». «Я» помимо вот этого другого во мне или «я» номинального, «я» с большой буквы, во мне есть маленькое «я», которое как раз и смертно. И вот временение связано с этим самым маленьким «я», с этим смертным «я», с этим эмпирическим «я». И поэтому, если я маленькая не хочу себя утверждать в этом мире, вот этого самого выражения, самоутверждения, то, что для эпохи модерна имеет как бы особенно принципиальное значение, если я от него отказываюсь, то я одновременно должен отказаться. Это невозможно от него отказаться, если не отказываться от чего? От этого временения, от мыслей о будущем, о прошлом. И тогда само настоящее в этом случае, оно обретает совершенно другой характер, оно становится неподвижным. Вот еще одно значение, я иногда ставлю, пишу, стоящее-настоящее, а иногда скобочки первые две буквы, наставлю их скобочки, значит стоящее. То есть такое настоящее-настоящее, которое одновременно есть некоторое стоящее-настоящее. То есть это некоторое время, которое длится, оставаясь точкой. Линии, которые точкой. То есть тут нет этого, да, я как бы что-то делаю, я целиком в том, что я делаю. Я не думаю, для чего это, хорошо ли это будет там, да. Оно мне нравится, это дело само по себе. То есть вот эта старость, которая ориентируется на настоящее-настоящее, она вовсе не обязательно такое абсолютное созерцание. Хотя созерцание тоже. Сидеть на лавочке, наблюдать за синичками там, да, или там за, любоваться цветами. Оно может быть что-то и делать. Своими руками. И общаться с внуками. То есть мы можем жить той жизнью, которой живут тоже другие люди. Вопрос в другом. Вот это наша общая установка. То есть я хочу сказать, что вот это настоящее-настоящее невозможно без открытости другому. То есть вот этот отказ от я, то есть отказ от я, или как бы, если это просто стирание я, то жизнь становится пресной, скучной. И вот это то, что я называю ворчливая старость, или бытовая старость, мелочная старость. Старость по остаточному принципу. Когда ничего не остается, немощи остаются, и все. Речь не о том, а вот как бы, если мы способны, с одной стороны, как бы, отодвинуть от себя, вот эти, так сказать, помышления житейские, скажем так. Отложим всякое житейское попеченье. Если мы способны его, а это непросто, прямо скажем, если мы способны его отложить. Но вместе с тем, у нас есть чем наполнить, чему открыться. То есть откладывая попечение, мы тем самым, что, как бы, сдвигаем точку опоры. Но точка опоры у нас уже не в нас, которые думают об этих попечениях, о прошлом, о будущем, как я выгляжу в глазах других. Да, то есть это меня перестает заботить. Я сам себя перестаю заботить. Я уже все сделал. Все, что мог, я уже совершил. Но при этом, если у меня есть вот эта вертикаль метафизическая, да, если я способен открыться этому другому и способен увидеть его в простых вещах, в этой чашке заваренного чая, такого темного, в котором солнце играет, просвечивая через этот граненый стакан с чаем, да, или я способен целиком отдаться общению с этим человеком, с искренним интересом к нему, то вот тогда то, что само другое, как и для ребенка во многом, который в стекляшечке, в разбитом стекле, он им зачарован больше, чем какой-нибудь там, да, человек, который очень богатый, купил какой-то драгоценный камень, там, да, и какое-то кольцо, которое стоит там невомерных денег. Радостью у ребенка больше. А, потому что для него весь мир в этом переливающемся на солнце стекле. Так и здесь тоже. Любое действие и явление, вот в случае этого отказа от центрации на самом себе, оно может становиться самодостаточным и полным. Вот в сопоставлении с ребенком удивительно, но вот он так стекляшкой любуется, потому что это, условно говоря, первая его стекляшка или там первая эмоция, первое впечатление. А для старика это последнее. И в этом смысле я вспоминаю периодически, нет-нет, вспоминаю Фому Аквинского, который, значит, ну, путешествовал, ой, Фому Аквинский, Франциск, Франциск, который путешествовал на своем осле, и когда он умирал, его окружили ученики, и все ждали, что он что-то им в качестве некоторого завещания на путстве скажет, а он взял и обратился к ослу, говорит, братец ты мой, ты никогда мне не перечил, ты всегда послушно ввез меня туда, куда я тебе говорил, и сейчас вот при последней минуте я хочу сказать тебе и спасибо, и прости. И вот удивительно, но мы Франциска помним не только по его цветочкам, но теперь мы помним его и по последним словам, которые он произнес. Например, тот же вот недавно там читал, перечитывал Мережковского с его «Христоса антихриста», он там рисует портрет Юлиана Отступника, который умирает с последними словами «Ты победил, галилеянин». Очень важно, с какими последними там словами или с последними эмоциями, чувствами ты закрепляешься в памяти века сего, в этого мира и людей с тобой проживавших. Вот в этом смысле, мне кажется, как у вас происходит вот это вот сопоставление первого и последнего, альфа и омега, что ли? Да, да. Ну вот если мы говорим о ребенке, то, конечно, вот эта полнота присутствия чего-то в настоящем, она связана с тем, что, конечно, здесь есть вот этот первый взгляд, да, мир, который не замылен, не заслонен какими-то предрассудками, стереотипами, рутиной. Это да, но все-таки принципиально, на мой взгляд, важно здесь вот это, то, что как раз именно изближает со стариком, а именно нет ангажированности взгляда. Ангажированный взгляд возникает тогда, когда появляется структура вот этого эго, структура этого «я», свои цели, свои задачи, представление о себе, соответствую, не соответствую, что скажет Мария Алексеевна и так далее, да? То есть если этого нет, то и возникает ситуация бескорыстного, бескорыстной открытости. То есть я просто способен, ребенок способен этим зачароваться, потому что это не он этим заинтересовался. То есть это именно, опять же, как бы некоторое, не все нравится ребенку, не всякая стекляшка его зачарует, не всякая там, да, то есть есть игрушки интересные, неинтересные там вообще. То есть он сам не знает, почему. Он просто как бы живет в некоторой открытости, и в каких-то ситуациях это другое себя ему открывает. В случае со старостью здесь, мне кажется, это полнота, присутствие, полнота содержания и свет, который может исходить, как мне кажется, от мудрой старости или от психологической старости, от веткой старости, он возникает как раз именно в ситуации, опять же, благодаря чему? Почему? Благодаря тому, что я перестаю транслировать, я обычный человек взрослый, он все время несет перед собой некоторый как бы кокон незримый, его представление о мире, уже сложившееся, его представление о себе, о том, что хорошо, что плохо, что для меня важно, что для меня не важно. Я это несу перед собой. И поэтому, именно потому что я это несу перед собой, я как бы несу самого себя перед собой, я не могу видеть вещи, как бы этим вот глазом, оком, ну, как бы, если угодно, неземным. Да, то есть оно, конечно, остается земным, но видеть без этой заинтересованности, но при этом с сохранением сознания и понимания, и здравого ума, да. И тогда, то есть когда все это уходит, да, в этой, как бы, точке настоящего-настоящего, тогда вещи и открываются такими, какими они есть сами по себе. Вот эти образы и в дохристианской культуре, и в христианской культуре, образы мудрого старца. С чем связана эта мудрость? Не с тем, что этот человек просто, как бы, все видит насквозь, в смысле, там, у него есть опыт, и он, как бы, разбирается в людях, там, и жизнь прожил, или там много прочитал. Нет. Это связано с чем? Вот эта его проницательность. С чем? С интенсивностью проживания? Это связано с тем, что нет его, что он смотрит не через себя, а, если угодно, другое, истина, смотрит через него. Он настолько, как бы, устранен сам по себе, что он действительно способен видеть, не привнося самого себя. Как бы, он исходит из целого. То ли это самое, что имел в виду апостол Павел, интересно, когда он говорил, что уже живу не я, но живет во мне Христос? Я уверен, что, если мы об этом говорим в христианской традиции, да, конечно. Собственно, в этом же, и в этом, как некоторая глубочайшая связь, как мне кажется, вот того, что я говорю, то, что я сейчас ввел, как ветхую или психологическую старую, со святостью, собственно говоря. Ну, для большинства людей, подавляющего большинства людей, путь, там, монашеский, путь, как бы, монашеского пози, аскезы, он закрыт, и даже, я бы сказать, часто люди, которые на него встают, может быть, лучше бы они на него и даже не вставали, потому что если ты на самом деле не готов и не способен, то это только какие-то большие соблазны, и ничему хорошее. То есть это сложно. Когда ты молот, молот, у тебя гормоны играют, и много чего другого играет, да, трудно это, и зрелому тоже трудно. Но вот здесь получается, что возраст каждый, он приносит нам свои дары. Что-то ты можешь сделать в зрелости, в молодости еще не можешь. Какой-то энергию, у тебя силы, но ты не можешь. Что-то ты можешь сделать в зрелости, но что-то ты можешь сделать. Вот такая некая эксклюзивная дар старости. Она дает нам возможность, оставаясь живыми и еще как бы пребывая на земле, быть в некотором смысле свидетелями другого. И самим тоже как бы в некотором смысле подготовиться к этому другому. Вот. И поэтому, мне кажется, вот этот период между смертью физической и смертью для мира или смертью моей жизненной истории, он очень важный. Вопрос только в том, чтобы не опоздать. Потому что можно сказать, ну, это попозже, я же еще доделаю. Вот это как бы старое завершение, оно имеет тенденцию не завершаться. Почему? Потому что когда мы что-то доделываем в наших делах, или когда мы доделываем жизнь, с кем-то встретиться, еще вот там дописать несколько страничек мемуаров, еще вот это вот, вот это вот немножко там баньку пристроить. Это еще напоминает школьную, шкалярную ситуацию. Она никогда не закончится. Там, когда пишут люди диктант или контрольную, и учитель говорит, сдаем, и это еще, 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 сдаем. Да-да-да. Не как, знаете, а почему? Потому что если мы говорим вот об этой как бы ситуации старости, которая не готова расстаться с собой, она на самом деле, может быть, в глубине души, этот человек и не хочет расстаться с делом. Потому что дело дает ему содержание. Потому что вот завтра что ты будешь делать? Продолжит писать мемуары, словно говоря, или там продолжит строить свою баньку, там, или домик, там, да, для внуков. Там, вот еще. Да, я вот закончил, и после этого уже все, уже отдохнул. На самом деле он не хочет это заканчивать. Он найдет новое дело какое-то, может быть, потому что это дает, наполняет его жизнь каким-то... Но это наполнение по тому же типу, которое было и в зрелости, в сущности. А вот тот, как бы, тот тип старости, который мне, по крайней мере, представляется, в моем воображении мелькает, вот он, как бы, вот такой радикализм некоторый, да, то есть вот отвязаться, попробовать отвязаться от всех этих задач и заданий. И здесь мы тоже ставим многоточие, дорогой Сергей Александрович. Время неизбежно заканчивается. Мы этому посвятили 8 передач, 8 разговоров наших. Спасибо вам огромное за столь содержательный, глубокий, с погружением диалог, наш разговор. Огромное спасибо. Для наших телезрителей я скажу, скажу, что готовится целая книга у Сергея Александровича по данной теме. Мы будем с нетерпением ждать. И я думаю, что обязательно, как только она выйдет, мы ее презентуем и в нашей передаче. Спасибо. Спасибо огромное. Дорогие друзья, огромное спасибо за то, что были с нами. До скорых встреч в следующий понедельник. Увидимся. Храни Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова